И Армения сделал следующее заявление, что Армения готова подписать мировый договор на полях КОП-29. Готова. Армения. На полях КОП-29. Повторяю, я тебя вообще не понял. Комментарий показал, а мне даже... Не, ну это... Они торопятся, Гела? Армения так... Нет, секундочку. Армения что говорит? Армения говорит, что вот этот вариант, то, что они послали к нам, они готовы подписать хоть завтра, через час. Вылететь в Бакуу, там, на КОП-29. Окей. И как будто бы вот эту динамику демонстрируют, а не конструктив. 70 дней они держались в этот документ. То есть если армянская сторона торопится и 70 дней держит у себя, и это нормально для того же Запада, Соединенных Штатов Америки, которая предвыборная компания и так далее. Я думаю, и азербайджанская сторона должна зеркально так же торопиться и через 70 дней дать ответ, значит, про тексту мирного договора со своими предложениями. Поэтому прошло там, наверное, пару недель, да, с момента того, как они выставили. У нас еще есть, ээээ, сколько времени? Еще до 70 дней нужно еще дашить. Популизм, европейские площадки, демонстрация вот этого конструктивизма, что мы готовы, мы готовы подписать. У нас мирный мир, 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 мир. То есть мы готовы на все и так далее. А вот я сегодня утром написал текст о реваншизме, как мы это воспринимаем. Я читал. Да, как это воспринимают в Армении и так далее. Поэтому и везде эту тему Западного Азербайджана муссировать. Я хотел бы, вот если у нас есть время по этой теме пройтись. Сейчас у меня единственный вопрос, тот же вопрос. Они торопятся? Они, но они демонстрируют, что торопятся. Я не говорю, что они демонстрируют, я спрашиваю, они торопятся? Я не думаю, что они торопятся. Но смотрите, если Конституционный суд Армении принимает тему регламента, не ожидая синхронности от Азербайджана, они же, эти межправкомиссии, они в один день все делали, традиция была такая. Армянская сторона, она ускорилась после подписания документа. Сразу правительство, МИД, Конституционный суд, скоро пошли в парламент, там это сделают и скажут, вот это наша демонстрация мира. Азербайджан что хотел услышать? Что декларация, это Конституция, вот декларация, это политико-идеологический документ. Наш Конституционный суд его назвал таковым. Да, это важный документ, нулевая точка независимости, республики и так далее. Но вот Конституционный суд постановил, что ссылка на декларацию в Конституции не является Конституционной нормой, нет никаких юридических обязательств. И второй вопрос, который задали Конституционный суд, о том, что такое территория Армении, как определять ее границы. Конституционный суд сказал, что есть административное территориальное отделение Армении, вот по внешнему периметру вот этих районов нужно определять территорию республики Армения в соответствии с Салматинской декларацией. Соответственно, он не сказал, что Карабах это Азербайджан, он сказал, что у нас на территории, республики Армения, Карабаха нет. Если Карабаха нет, зачем тогда вы отказываетесь распускать Минскую группу ОБСЕ? Если у вас есть это решение, какого черта делали вооруженные силы Армении на территории Азербайджанской республики? Признать тогда свою оккупационную политику, агрессивную сущность. Они, в принципе, это признали этим решением Конституционного суда. Но они это представляют американской стороне, в основном, европейцам и так далее. Что вот мы за мир, и вот это ожидание Азербайджана мы вот в этой форме реализовали. Это то же самое, когда шли переговоры с Мишелью. Мишель спрашивал, да, вот в какой форме он должен сказать, что Карабах – это Азербайджан, чтобы там азербайджанская сторона успокоилась, да, вот, или же там возникла элемент доверия. Он выходил и говорил, что Карабах – это Азербайджан. На завтрашний день в синей папке нес письмо Арая Карутиняна Мишелью, обеспечивал их, значит, ресурсно. А когда мы поставили КПП на Лачинской дороге, привез туда этих французскую мэршу с армянкой мэршей Страсбурга, подельницу Бакоса-Океана, мэра Страсбурга, которая на деньги этих лидеров Карабаха, используя свое служебное положение, они обогащаются сразу, скупая старое здание, реновацию делая, и потом предоставляя часть этих зданий вот этим карабахским, значит, лидерам, и позволяя им зарабатывать деньги. Это, да, дело в прошении. И опять это половинчатое решение. Конституционный суд такой сказал, ну и что? Следующий состав Конституционного суда может дать другую интерпретацию, как это было в пейсе Робертых Кучеря. И вот эта тема западного Азербайджана, которая вот педалируется в последнее время, я так понимаю, что и Армен Григорян, значит, на встрече со своими пиарщиками и ангажированными политологами в Расмусен Глобал раздал эти тезисы. Насчет Армусен Глобал не знаю, я с этим пиарщикам... Они заплатили Расмусен Глобал, Расмусен Глобал организовал встречу с политологами. Стефан Майстер, потом Том де Валь, Никси был, еще там было несколько человек. Я так понимаю, что финансы выделены на этим политологам. Он раздал им тезисы. Какие тезисы будете сейчас озвучивать и так далее. И пошло-поехало, да. Тема западного Азербайджана. Я бы хотел коснуться этой темы. Нет, да, я хотел бы спросить про эту тему, но я же говорю, мои прекрасные соведущие опережают всегда. Вот первый тезис, который они говорят, что это искусственная тема западного Азербайджана. Я не буду говорить об истории, создании города Иривана и так далее. Об этом могут рассказать Резван, Фуат Малима, Ахундов и так далее. То есть об этом информация есть. Как говорил наш учитель, покойный историк Эльдар Исмайер, доказать о принадлежности территории Армении к Армении и азербайджанцы к Азербайджанам, они оба могут. Армяне должны своим историкам, Азербайджан должен свои истории. Поэтому я в эти дебри лезть не буду. Я просто скажу, что азербайджанцы на территории нынешней Армении жили, их там было на момент оккупации со стороны Российской империи большинство, если брать точку отсчета. Это первое. Второе. Депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении. Это три волны депортации. 1905-го, 1948-го, 1953-го и 1988-го. То есть апеллировать цифры, что по переписи 1979-го года было столько-то, а сейчас вдруг выходцы из современной Армении, западных азербайджанцев, вдруг азербайджанцы говорят, что их так много, это не сходится. Вот тогда было там 200 с чем-то тысяч, а сейчас вот азербайджанцы говорят, что их 2 миллиона. Депортации было три волны. И они, эти волны, да, были в сторону Махчевана и в сторону вот Азербайджана. Посмотрите на количество вот сел. И в Карабахе, вокруг него Арам, тот же самый крупные города. Это все выходцы из западного Азербайджана. Да, они себя называли Ирманстан-Лар, то есть выходцы из Армении. И Гарба-Азербайджан-Лар, то есть западный Азербайджан. Сейчас они эту терминологию больше используют. То есть это не какая-то искусственная тема. А это люди по разным подсчетам 2 миллиона, 2,5 миллиона, которые имеют вот корни оттуда. Плюс они очень хорошо организованы. Люди, молодые люди, которые, я, например, общаюсь с ними, которые вот кто-то с 1988 года, значит, даже один раз был такой случай. Я работал с, ну, он младше меня, где-то на 3-4 года. И так получилось, что я должен был открыть его e-mail в офисе. И он мне говорит свой пароль. Я набираю пароль, вижу эту дату, да, это, день, месяц, год. Заканчивался в 88. Потом я его, когда увидел, говорю, Майис, а у тебя же это самое, год рождения же раньше. Он говорит, нет, это последний день, когда мы вышли из села. Он пароль им не сделал. Вот я сейчас вспомнил этот вопрос, не скажу, может, до сих пор он пользуется. Вот. Настолько глубоко все сидит. Они по селам знают друг друга. Там, когда свадьбы, они... К ним на свадьбу идешь минимум тысяч человек. То есть внутренние организаторы очень сильные. И сейчас, в каком контексте это используется? Они говорят, это территориальные претензии. Они говорят, любое упоминание западного Азербайджана, территориальные претензии. А как насчет упоминания Нагорного Карабаха? Тот же самый Арарат Нигзаян. Сколько раз упомянул в Варшаве термин Нагорного Карабаха? Столько же будет и здесь, с этой стороны. Даже больше будет. Или же, когда Том де Вал вчера выступал у нас на канале Турах. Опять это начинается. Прав армян Карабаха. Мы что говорим? Он говорит, тогда нужно будет говорить... Азербайджан говорит о правах азербайджанцев из Армении. А когда армяне будут там, Баку, Гянджа, Сумбаид, вот эти права... Это все окей, да? Мы говорим с самого начала, давайте говорить тогда о правах армян вообще в Азербайджане. Азербайджанцы вообще в Армении. Когда мы в Америке, в Вашингтоне, это было предложено, этнические меньшинства двух государств. Провариваются. Новость вышла, Голос Амir, через два часа Госдеп эту новость оттуда стер, что нет такого, наш ДИП-источник не говорил, это все это самое. Как это там? Мы должны концентрироваться только на армян Карабаха. Когда спрашивали, зачем, у нас пошел контраргумент. Если мы не говорим вообще, а вы, если Карабаха – это территория азербайджанская продолжается, И вы хотите разговаривать о правах армян, проживающих в каком-то регионе азербайджанской республики. Мы тоже будем говорить об азербайджанцах, проживающих в конкретном регионе республики Армения. Например, Зангизуга. Помните, тогда пошла актуализация тем стател, пустующих в Зангизуге азербайджанском. Это было из этой же кампании. То есть главный вопрос Азербайджана с тем силам, экспертам, дипломатам страны, которые поднимали эту тему, заключался в том, что вы должны признать, что Карабаха, Азербайджан. Территорию. Если вы только на этой территории права армян беспокоились, тогда мы, вот, контраргумент нам был, что азербайджанцы же там нет, а армяне в Карабахе есть. Вот поэтому мы говорим, концентрируемся только на них. После сентября, когда они приняли решение добровольно, в безопасности, в атмосфере, покинуть эту территорию, мы сравнялись. В Азербайджане ни в какой его части нет армян, компактно проживающих. Армяне-то есть, но компактно проживающие. То же самое в Армении. Они, значит, нам как-то в укор это ставят. Мы говорим, окей, да. Давайте тогда говорить обо всех армянах, проживающих в Азербайджане, и обо всех азербайджанцев, проживающих в Азербайджане. Они говорят мне в последнее интервью той уклады, что мы будем говорить только об армянах в Карабахе. Камон. Вы же раньше что говорили? Почему мы не можем говорить об армянах, об азербайджанцах из Армении или же из Ангизуры? Потому что их там нет сейчас. Но и сейчас их здесь нету. Затем тогда в этой грохлите. Мы по вашей логике идем, не по своей. Мы, опять же, конструктивно идем, начинаем дискуссию об этом. Поэтому тема западного Азербайджана, она в определенной степени, она, во-первых, естественна, во-вторых, инструментальна, в-третьих, говорю, что это цель и так далее, она не отображена ни в каком законе, ни в конституции азербайджанской республики, в отличие от Армении. И азербайджанская, да, мы понимаем, что мы есть в Армении и среди армянства ситов, с которыми мы никогда не сможем договориться. Это церковь и диаспора. Но это не системные. Они системные в армянстве, но для государства, для государства Армении, диаспора и церковь, это все-таки не государственная структура. Мы тоже понимаем. И наши требования и ожидания от армянской страны заключаются в том, чтобы убрать этот дискурс, так называемый, Нагорного Карабаха и так далее. Хотите культурное наследие в обоих, как Азербайджан это предлагал ЮНЕСКО? В обоих странах культурное наследие азербайджанцев в Армении, культурное наследие армян в Азербайджане. Окей, окей. Нет, они сказали, только в Карабахе. И вообще-то миссия не должна быть в Азербайджанскую республику, а давайте ее назовем миссия в такие-то города. Города кому принадлежат? Какие-то реальные претензии к нам? Раньше же мы так пели. А что сейчас изменилось? Вопрос состоит в этом. Поэтому, когда говорят, что тема западного Азербайджана чуть ли не отождествляет ее с территориальной претензией, лучше посмотрите в зеркало, в свое законодательство, в решение от 1992 года, где запрещается Армении подписывать какие-то договора, которые предусматривают НКР в составе Азербайджана. Почему вы не идете на распуск Минской группы ОБСЕ? Значит, какой-то камешек держится за пазухой. И Азербайджан предлагает вам армянской стороне найти от этого, повышать уровень доверия. А этими половинческими решениями Конституционного суда и так далее, честно говоря, я не думаю, что в Азербайджане будут удовлетворены именно вот такой постановка вопроса. Потому что, опять же, скажу, я посоветовался с правоведами и так далее. Когда говорят, что в Конституции написано, что международный договор выше законодательства, да, выше? Не выше же Конституции? Ну, я всегда про это спрашивал, основной закон есть, основной закон. Нет, основной закон выше всего. Выше, выше, выше всего. Притом, Конституционный суд Армении в своем постановлении, там чуть ли не две страницы посвятил теме того, что декларацию изменить нельзя. То есть ссылку на декларацию преамбульную. Изменить невозможно. Он там написал, что как бы владелец Конституции, народ, вот тогда решил, что даже в будущем он сам себя ограничил, народ говорит, Конституционный суд говорит, что народ Армении сам себя ограничил в будущем действии по отношению к определенным ее частям. Есть статьи, которые могут измениться в соответствии, в результате референтов, а есть статьи, которые не изменяют. И народ сам тогда принял решение. В этом есть определенная логика, кстати. Чтобы вот государство, это элемент государственности. Но, говорит, тот же самый, ссылка на декларацию и заявленную там цели, они больше политико-идеологические. В этих двух страницах они еще и в пояс поклонились декларации, что спасибо тебе большое, декларация, что ты позволила нам оформить нашу правовую жизнь с 1991 по 1995 год. Но вот после 1995 года элементы, отраженные в декларации, не все нашли отражение в Конституции, поэтому мы тебе сказали спасибо, декларация, ты остаешься по историческим документам, а мы живем по Конституции. Вот эту интерпретацию может поменять следующий состав Конституционного суда. А мы видим, как он формируется в армии. По распоряжению, значит, Пашиняна, по его прихоти, там формируется этот состав. А что будет завтра, непонятно. Поэтому, как сказал один знакомый правовед, это, значит, очень скользкая дорожка и очень слабая аргументация. Как бы так? Ну, как бы один момент все-таки я внимательно слушал. Я знаю аргументы, главный аргумент армянской стороны по западному Азербайджану. В чем заключается? По тому же Зангизуру, по тому же Сюнику. Получается в том, что в отличие от Карабаха, где была этническая чистка, в Зангизуру слэш Сюнике этнической чистки не было, потому что у нас есть документы, что мы выкупали дома у азербайджанцев. Это я тоже слышал. Овсен Хуршутян конкретно у меня на передаче договорил. Правильно, правильно. Все было. Все было. Были и такие случаи. Селами менялись. Было. Обмены квартир были в рамках Советского Союза. Это тоже было. И здесь армяне когда покидали, или деньги получали, кто-то покупал и так далее. Халаллых есть, да, все-таки? У Азербайджана есть это. Очень много таких примеров было. Но в подавляющем большинстве выгоняли. И были жертвы. И об этих жертвах в Армении тоже прекрасно знают. Я не буду сейчас перечислять. Знаменитые вещи были, когда трубу завели людей, сварили и так далее. То есть это все было. А тогда были армяне, которые предупреждали азербайджанцев, что завтра придут, нагрянут, ночью выезжайте. Прятали азербайджанцев. И армян прятали азербайджанцев в Бакуе и других. Все же было же. Но говорить о том, что какие-то мифические 100 миллионов в Советском Союзе выделили и на компенсацию и так далее, что мы ничего не должны. И люди... Про 100 миллионов я не слышал, да, я первый раз слышал. Да, ну тогда, когда мы говорим, что армяне Карабах самостоятельно покинули, тогда они не должны обижаться на наши террорации. Вот на наш этот подход они не должны как-то какую-то эмоциональную реакцию демонстрируют. Если тогда азербайджанцы самостоятельно вывали, тогда и здесь армяне самостоятельно вывали. Но здесь есть одно отличие. Азербайджанцы в Армении не занимались сепаратизмом. Азербайджанцы в Армении не выступали за выход того же самого Зангизуга и так далее из армянской соседей присоединения его к азербайджанской соседе. В отличие от сепаратистов Карабахи. Это самое большое отличие. Случилось, да. Там это случилось, здесь это случилось, как Баку и так далее. Хотите обсуждать? Обсуждаем все это вместе. Но это обсуждение ни к чему хорошему не приведет. Если не обсуждаем то, что мы сейчас, в этот период времени, из-за длинного договора, это все излят. Это тема не обсуждается. Об этом говорили Пашиня, об этом говорили азербайджанские стороны. Отверждают официально. Вот муссировать эту тему, опять пропагандистских целей, а западный Азербайджан, это территориальная претензия. Извините, давайте тогда сводим. Законы, Конституцию, стратегию национальной безопасности Республики Армении. Пусть перечтут вот все эти эксперты и люди во главе с их корнчем Арменом Григоряном. Пусть прочтут, да, что они сами написали свою стратегию. Или же предвыборную программу Никола Пашинян, пусть пролистают, 2021-го, о Remedial Secession, в отношении Карабаха и так далее. И тогда поставят на чашу весов общественная инициатива азербайджанцев и западного Азербайджана, желающих вернуться к себе на историческую родину, стать гражданом Республики Армении. И их позицию в отношении Карабаха. Remedial Secession, отделение военно-спасение, международный экстерриториальный статус, чтобы они туда вернулись, международные гарантии, миротворческие силы и так далее. Ну, есть всю эту палитру, которую они будут постоянно. Вот, в принципе, наши отличия. Именно вот в этом вопросе. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.